Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников и производственная компания Дубльжар. И в этом ролике я вам покажу очередной рецепт ягодной ротафии. Теперь из черной смородины. Чем хорошо лето? Так это то, что практически не ссякаемый поток сырья. Клубника, малина, черешня, шелковица. Теперь от смородины. Только успеваю поворачиваться. Кстати, если вы еще не смотрели, как делать ротафию из вышеперечисленных ягод, то ссылка будет внизу в описании. К тому же, кто-то из вас писал, что, например, клубника или шелковица ему не очень доступна. Это понятно, страна у нас большая. Но вот смородина, как черная, так и красная, за редким исключением растет, по крайней мере, ну по всей средней полосе. Это ягода моего детства. Не вижу смысла рассказывать о полезных свойствах черной смородины. Думаю, ваша мама, как и моя, в свое время об этом много говорила. Но я, как и многие из вас, не очень прислушивался к ее советам и не любил есть черную смородину. Но вот пришел момент, когда я попробую сделать то, что, возможно, мне понравится больше варенье. Это ротафия черной смородины. Пойдем по проторенной дорожке. Прежде всего, напоминаю, что для точного измерения ингредиентов для приготовления ротафии вам потребуется вот такие точные весы, приобрести которые вы можете по ссылке в описании к этому ролику. Ну а если вы их пока еще не купили, я покажу, как можно обойтись без них. Значит, заполняете банку черной смородины. Банка может быть любая. Литр, полтора, два, три, пять, десять. Зависит от того, сколько у вас черной смородины. Главное, заполняйте ее до краев. На 1 литр объема банки засыпаю 2 столовые ложки сахара. У меня полутора литровая банка, значит, соответственно, засыпаю 3 столовых ложки. Здесь у меня особых сомнений, сколько сахара класть нет, потому что смородина не относится к таким чересчур сладким ягодам. Поэтому без капли сомнений кладу 3 столовых ложки. Готово. Заливаю это все спиртом от 90 процентов. У меня 94. Причем спирт, очередной раз акцентирую внимание, этот сделал я сам. Его не нужно покупать. Все, чем мы занимаемся на этом канале, делается своими руками. Спирт тоже бывает самогоном. Заливаю. Готово. Теперь, видите, заливаю полную банку, можно по горлышко. Закрываю крышкой и встряхиваю, пока не растворится сахар. Возможно, это придется сделать еще несколько дней подряд, где-то 2-3 дня. Обычно 3 дня достаточно. И выставляю в темное место при комнатной температуре на 2 недели. Через 2 недели посмотрим, что получилось. Итак, прошло 2 недели. Я уже отделил ягоды от жидкости. Вот ягоды, вот жидкость. И в этом мне, конечно же, помогла моя незаменимая воронка ситечком, приобрести которую можно по ссылке внизу в описании. Получилось примерно 600 мл напитка. Если есть желание, то можете отжать ягоды. Я думаю, что выиграете где-то еще грамм 100-150. Что делать с ягодами дальше? Смотрите по ссылке в конце ролика. Напиток имеет, смотрите, такой насыщенный красный цвет. Не скажу, что рубиновый, но довольно-таки насыщенный красный. Его трудно с чем-то перепутать. Пахнет довольно приятно. Но не скажу, что прямо так сильно смородиной. Но такой аромат есть. Но на вкус, на вкус однозначно чувствуется смородина. Такая в меру кисленькая. То есть сахара вполне достаточно. Три ложки на полтора литра. Возможно, даже кто-то захочет добавить еще сахара. Но это дело уже вкуса. Тем более, это вполне допускается именно сейчас. Когда вы дегустируете и делаете выводы. Нужно вам добавлять сахар или нет. Единственное, что немножко чувствуется крепость. Опять, женская половина дегустационного совета сказала, что крепковато. Для меня, в принципе, нормально вполне. Я даже ничего делать не буду. Но прогнозирую, что кто-то скажет, что хотелось бы послабее. Поэтому, если хотите, то изначально можете использовать спирт. Где-то 70-80%. Имейте в виду вот этот момент. А так, довольно-таки вкусно, ароматно, приятно. У меня все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. С вами был я, Дмитрий Лафетников. И производственная компания Добрый Жар. Субтитры создавал DimaTorzok